На финишной прямой в Чебоксарах завершается строительство инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Когда планируют сдать объект и насколько комфортными станут условия лечения маленьких пациентов, узнавал Рифат Фаткулин. Новый инфекционный корпус готов на 90%. Остались последние штрихи. Внутри завершается покраска стен и монтаж подвесных потолков. На улице идет установка ограждений и благоустройства территории. Уже работают системы водоснабжения, канализации, отопления, подключенное электричество. Установлена уникальная вентиляционная система. С каждой палаты индивидуально стоят фильтры на входе и на выходе. Соответственно, очищается воздух, охлаждается воздух, либо при необходимости подогревается воздух. Специфика инфекционного стационара предполагает не просто палаты, а изолированные боксы и полубоксы, в которых есть все необходимое для лечения маленьких пациентов. В каждой палате имеются выходы на кислород. Здесь будут установлены консоли. Система вызова медицинского персонала. То есть нет необходимости выходить в коридор и приглашать медицинскую сестру или врача. Не забыли и про бытовые условия. Есть туалетная комната, холодильник, телевизор и мебель. Возведение объекта началось в сентябре 2018 года. В рамках реализации нацпроекта здравоохранения сдать инфекционный корпус намерены в июне этого года. Но могли бы и раньше. В ходе строительства выяснилось, что в проекте не учли важные моменты. За моей спиной находится теплый переход. Значит, был ошибочно запроектирован на втором этаже. Необходим был на третьем. Также лифтовая шахта одного из лифтов тоже находилась на втором этаже. Должна была на третьем. Ну и так далее. Для понятия уровня сложности я должен сказать, что стоимость самого здания с отделкой, с кровлей, с окнами, с фасадом, с благоустройством, с подъездными путями составляет порядка 170 миллионов. А остальная сумма тоже порядка 170 миллионов. Это стоимость внутренних систем. Потоки больных детей будут четко разделены. Так, на уровне приемного отделения юные пациенты с кишечным синдромом не будут пересекаться с теми, кто заболел респираторными инфекциями. С учетом открытия этого корпуса у нас число коек не меняется. Она остается 140. Но в этом корпусе будет, значит, развернуто 50 коек. На сегодняшний день у нас функционирует, значит, приемно-диагностическое отделение, боксированное отделение, отделение острых респираторных инфекций, отделение кишечных инфекций и отделение реанимации. И все эти отделения укомплектованы медицинским персоналом. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. То есть мы готовы открыться. В комфортных и современных условиях будут лечиться дети со всей республики. Рифат Фадколин, Валерий Рязюков, Республика.